Беседа вторая о покаянии и о печали царя Ахава и о пророке Ионе, 314. Видели вы в прошедший воскресный день брань и победу? Брань дьявола о победу Христа. Видели, как покаяние было похваляемо, и дьявол не снес поражение, но боялся и вострепетал. Отчего ты боишься, дьявол, когда покаяние похваляется? Отчего скорбишь? Отчего трепещешь? Да говорит, не напрасно я скорблю и сокрушаюсь. Дорогие мои сосуды, похитило это покаяние. Разрушило и самую его твердыню, нанесло ему смертельный удар. Это может и узнать возлюбленный из того, что недавно показал опыт. Но отчего же мы не любим собираться сюда и не приходим каждый день в церковь для покаяния? Ты грешник? Приди в церковь, чтобы исповедовать грехи твои. Ты праведник? Приди, чтобы не потерять праведности. Церковь есть пристань для того и другого. Ты грешник? Не отчаивайся, но приди, принеси покаяние. Ты согрешил? Скажи Богу, я согрешил. Какой тут труд? Какое обременение? Какая скорбь? Какая тягость сказать слово, я согрешил? Если сам ты не назовешь себя грешником, то разве не будешь обвинен дьяволом? Предупреди же и лиши его этой чести. А его честь состоит в том, чтобы обвинять. Почему же не предупреждаешь его и не исповедуешь греха? И не изглаждаешь преступление, когда знаешь, что есть против тебя такой обвинитель, который не может умолчать? Ты согрешил? Приди в церковь, скажи Богу, я согрешил. Ничего другого я от тебя не требую, кроме одного этого. Божественное Писание говорит, скажи беззакония твои прежде, чтобы оправдаться. Скажи грех, чтобы разрешить грех. Для этого не нужны ни труд, ни многословие, ни денежная издержка, ничто другое подобное. Произнести слово, откройся в грехе и скажи, я согрешил. Но откуда известно скажет кто-нибудь, что если я первый скажу грех, то разрешу грех? В Писании есть примеры такого человека, который исповедал грех и загладил его, и такого, который не исповедал и был осужден. Каин умертвил брата своего Авеля из зависти. Убийство было следствием зависти. Он убил его, взяв его с собой в поле. И что же говорит ему Бог? Где Авель, брат твой? Тот, кто знает все, спрашивает не по неведению, но чтобы привлечь убийцу к покаянию. А что он спрашивал не по неведению, это доказал самым вопросом. Где Авель, брат твой? Каин же отвечал, не знаю, разве я сторож брату моему? Пусть так, ты не сторож. Для чего же убийца? Ты не оберегал, для чего же умертвил? Но ты признаешься в том, что не был стражем к брату. Ты должен бы и беречь его. Что же Бог к нему? Голос крови брата твой вопиет ко мне от земли. Тот, что собретил его и наложил на него наказание. Не столько за убийство, сколько за бесстыдство. Потому что Бог ненавидит не столько согрешающего, сколько бесстыдного. И когда Каин раскаивался, Бог не принял его, без сомнения, потому что он не первый исповедал свой грех. Что, говорит Каин, вина моя больше, нежели сколько можно перенести. Как бы так, сказал, тяжко я согрешил, недостойно и наслаждаться жизнью. Что же к нему, Бог? Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Таким образом определил ему страшное и тяжкое наказание. Не лишаю, говорит, тебя жизни, дабы истина не была предана забвению. Но делаю из тебя закон, который бы могли все читать, чтобы твое бедствие стало матерью любомудрее. И Каин ходил всюду, как живой закон, как столб движущийся, безмолвный, и однако же издававший голос звучнее всякой трубы. Никто не делай, говорил он того же, что я сделал, дабы не потерпеть того же, что я терплю. Он подвергся наказанию за бесстыдство, осужден за грех, потому что не сам исповедал его, но был обречен в нем. А если бы он сам первый сказал свой грех, то загладил бы его. Но чтобы убедиться тебе, что это действительно так, посмотри, как некто другой, первый исповедал грех, загладил его. Обратимся к Давиду, пророку и царю. Впрочем, я охотнее называю его по пророчеству, так как царство его простиралось на Палестину, а пророчество до предела вселенной. Царство разрушилось в короткое время, а пророчество приносит вечные глаголы. Лучше пусть солнце померкнет, чем слова Давида предадутся забвению. Он впал в прелюбодеяние и убийство. Он увидел, говорит Писание, моющуюся красивую женщину и возгорел к ней любовью. Потом свои помыслы привел в исполнение. И вот пророк в прелюбодеянии, драгоценный перл в грязи. Но он еще не сознавал, что согрешил. Так был усыплен страстью. Когда правящий колесницей не трезвится, и колесница несется беспорядочно, а колесница и правящий ей тоже, что наше тело и душа. Если душа омрачена, то и тело погрязает в нечистоте. Да коли правящий колесницей стоит твердо, да то ли колесница бежит хорошо. Но когда он теряет силы и не может править вожжами, тогда и самая колесница является в самом худом положении. Так бывает и с человеком. Да коли душа трезва и бодра, да то ли и само тело пребывает в чистоте. А когда душа омрачена, тогда и само тело погрязает в нечистоте и сладострасти. Что же Давыд? Совершил прелюбодеяние, но не сознавал этого. И ни от кого не был обличаем. Притом совершил это в глубокой старости. Да бы знал ты, что если будешь беспечен, то и старость не принесет тебе пользы. И наоборот, если будешь рачителем, то и юность не может повредить тебе. Не от возраста добрые нравы, но от душевного расположения добрые дела. Вот Даниил был только 12 лет и судил. А старцы были преклонных лет и замыслили прелюбодеяние. Даниила 13.45. И как в последнем не принесла пользы старость, так первому не повредила юность. И что бы ты узнал, что дела целомудря зависят не от возраста, но от душевного расположения. Вот Давид уже в старости впал в прелюбодеяние, совершил убийство и был в таком состоянии, что и сам не знал, что он согрешил. Так как управитель, ум, был упоен невоздержанием. Что же Бог посылает ему на фана пророка? Пророк приходит к пророку. Так бывает и с врачами. Когда врач сделает собой болен, тогда нуждается он в другом враче. То же самое и здесь. Пророк согрешил. Пророк же принес и врачество. Итак, приходит ему на фан, и не сейчас же переступил порог, как обличает его. Не говорит, беззаконник, непотребный, прелюбодея и убийца. Столько почести получил ты от Бога и попрал заповеди его. Ничего такого не сказал на фан, дабы не сделать его бесстыдным, потому что оглашение грехов вызывает согрешившего на бесстыдство. Итак, на фан приходит за виду и сплетает рассказ о тяжебном деле. Что же говорит? Царь, у меня есть к тебе жалоба. Был человек богатый, был другой бедный. У богатого были стада и много волов. А бедный имел только одну агнесу, которая пила из его чаши. Ела от стола его и спала на груди у него. Здесь пророк указывает на любовь мужа к жене. Но пришел к богатому один гость, и он пожалел своего и взял овцу бедного и заколол ее. Видишь, как на фан здесь сплетает рассказ, скрывая нож под губкою. Что же, царь? Думаешь, что осуждает другого, он тотчас же произнес приговор. Таковы люди. Против других они охотно и быстро составляют и произносят приговоры. И что же говорит Давид? Жив Господь, достоин смерти таковый. А за овцу должен возвратить четверо. А что, на фан? Он не стал долго смягчать рану, но тотчас открывает ее и весьма быстро разрезывает, чтобы не уменьшить чувство боли. Это ты, царь. Что же говорит царь? Согрешил я пред Господом. И сказал, кто ты такой, что обличаешь меня? Кто постал тебя так смело говорить? Как ты дерзнул сделать это? Ничего такого не сказал, но сознал грех и сказал, согрешил я пред Господом. Что же, на фан к нему? И Господь простил согрешение твое. Ты сам осудил себя, я освобождаю тебя от осуждения. Ты принес искреннее признание и загладил грех. Ты сам подверг себя осуждению, я уничтожил приговор. Видишь, как исполнилось слово Писание. Скажи беззаконие твои прежде и оправдаешься. Какой это труд сказать первому свой грех? 317. Но есть и другой путь покаяния. Какой же это? Оплакивание греха. Ты согрешил? Плачь и изгладишь грех. Какой это труд? Ничего больше не требует тебя, кроме плача о грехе. Не приказываю тебе не растекать море, не входить в пристани, не путешествовать, не отправляться в дальний путь, не тратить деньги, не верять в себя бурным волнам. Но что? Поплачь о грехе. Но откуда, скажешь, известно, что если буду плакать, то уничтожу грех, если для тебя и на это доказательство в Божественном Писании есть? Был некто Ахав, царь. Сам он, говорится, был справедлив. Но из Изавели, жены своей, царствовал худо. Он пожелал иметь виноградник одного израильтянина, но в Уфея, и послал к нему сказать, отдай мне твой виноградник, который мне захотелось иметь, и возьми от меня или деньги, или другое место. Тот отвечал, не дай Бог, чтобы я продал тебе наследие отцов моих. Ахав, хоть и желал иметь виноградник на Уфея, однако ж не хотел взять его силою, так что от этого впал в болезнь. Но вот приходит к нему Изавель, женщина бесстыдная и бессовестная, распутная и непотребная, и говорит, что ты печалишься и не ешь. Встань и ешь. И я сделаю, что ты получишь виноградник на Уфея израильтянина. И вот пишет от лица царя к старейшинам письмо такого содержания. Объявите пост и поставьте уже свидетелей против на Уфея, которые бы показали, что он не благословил Бога и царя, то есть произнес хулу на них. О, пост, исполненный крайнего нечестия. Объявили пост, чтобы совершить убийство. Что же последовало? На Уфея побит был камнями и умер. А Изавель, узнавши об этом, говорит Ахаву, стань овладеем виноградником, потому что На Уфея умер. Ахав хоть на время и опечалился, однако ж пошел и овладел виноградником. Бог посылает к нему Илью, пророка. Пойди, говорит, скажи Ахаву за то, что ты убил На Уфея и овладел виноградником его. Прольется кровь твоей, айцы будут лизать кровь твоей, блудницы мыться в крови твоей. Гнев божеский, приговор решительный, осуждение окончательное. И смотри, куда Бог посылает его, Илью, в виноградник. Где беззаконие, там и наказание. Что же далее? Увидев его, Илью, Ахав говорит, нашел ты меня, враг мой. Это значит, ты застиг меня виновным, потому что я согрешил. Теперь имеешь случай напасть на меня. Нашел ты меня, враг мой. Так как Илья всегда обличал Ахава, то Ахав, зная, что согрешил, говорит, ты всегда меня обличал, но теперь благовременно наступаешь на меня. Он сознавал, что согрешил. В ответ на это Илья объявляет ему приговор. Так говорит Господь, так как ты убил и входишь еще в наследие, пролил кровь мужа праведного, то прольется и твоя кровь, и псы будут лизать ее, и блудницы будут мыть ее. Услышав, и Ахава печалился и плакал о грехе своем. Он сознал беззаконие, и Бог отменил приговор, произнесенный на него. Впрочем, Бог наперед оправдал себя перед Ильей, чтобы он не оказался лжецом, и чтобы не случилось с ним того же, что случилось с Ионою. А вот что случилось с Ионою. Бог говорит ему, пойди возвести в городе Ниневе, где живет сто двадцать тысяч человек, исключая жен и детей. Еще три дня и Ниневе погибнет. Зная человеколюбие Божие, Иона не захотел пойти. Но что делает? Предается бегству. Вот, говорит, я пойду проповедовать, а ты по своему человеколюбию отменишь свой приговор и убьют меня, как лже-пророка. А однако аж море, приняв его, не скрыло, но возвратилось в землю, в земле и спасло бы Ниневе. Точно так, как добрая служанка сохраняет свою сослужанку. И вышел, Иона, говорит, в Писание, чтобы бежать, и нашел корабль, идущий в партии, и отдал плату за проезд и вошел в него. Куда бежишь, Иона? В иную землю уходишь? На Господнюю земля и все, что наполняет ее. Или в море? Но разве не знаешь, что того есть море, и он основал его? Или на небо? Но разве не слышал ты, что говорит Давид? Увижу небеса, дело перстов твоих. Но несмотря на это он объятый страхом, и якобы убежал, потому что на самом деле невозможно убежать от Бога. Когда же море выбросило его, он пришел в Ниневию и проповедовал так, еще три дня Ниневия погибнет. А что действительно он предался бегству, имея мысли, что Бог по человеколюбию раскается о зле, какой определил ниневитянам, и что он явится лжепророком, а это доказывает сам он. Проповедав в Ниневии, он вышел из города и наблюдал, что будет. Когда же увидел, что три дня прошли, и нигде не случилось ничего, чем угрожал он, возвращается к прежней своей мысли и говорит, «Не это ли говорил я, когда говорю, что милости в Господь и долготерпелив, и кается о злобах человеческих?» Итак, что бы ни случилось того же с Ильей, что и с Ионою, Бог объявляет ему причину, по которой он простил Ахава. Что же говорит Бог Ильи? «Видел ли, как ходил Ахав в скорби и печали перед лицом моим, не сделаю поэтому по нечестию его?» Чудное дело. Господь становится защитником раба, и Бог пред человеком ходатайствует за человека. «Не думай, — говорит, — будто я без причины простил его. Он переменил свой нрав, и я отменил и укротил гнев мой. Но и ты не будешь сочтен за лжепророка, и ты сказал правду. Если бы он не изменил своего нрава, то потерпел бы, что назначено по приговору. Но он переменил нрав, и я укротил свой гнев». И говорит Бог Ильи, «Видел ли, как ходил Ахав в скорби и печали? Не сотворю по гневу моему, видишь ли, что плач заглаждает грехи?» 319. «Есть у тебя и третий путь покаяния. Я представляю тебе многие пути покаяния, чтобы через разнообразие путей сделать для тебя удобнее спасение». Какой же это третий путь? «Смиренно мудрее». «Будь смиренно мудр, и разрешишь узы греховные». И на это есть доказательство в Божественном Писании, в повествовании о мытаре и фарисее. «Пришли, говорит Писание, фарисей и мытарь церковь помолиться». И начал фарисей вычислять свои добродетели. «Я, говорит, не такой грешник, как все люди или как этот мытарь. Бедная и несчастная душа, ты осудила всю вселенную, для чего же еще оскорбила и ближнего твоего. Мало было тебе всей вселенной, если бы ты не осудила и мытаря. Поэтому ты обвинила всех и не пощадила даже и одного человека. Я не таков, как все люди или как этот мытарь. Дважды в неделю пощусь, даю бедным десятую часть моего имущества». Надменные слова произнес фарисей. «Несчастный человек, пусть ты осудил всю вселенную, для чего же уязвил и стоящего близ тебя мытаря. Ты не удовольствовался бы осуждением вселенной, если бы не осудил и стоящего с тобой мытаря». «Что же мытарь?» Услышав это, он не сказал. «Ты кто таков, что говоришь это обо мне? Откуда знаешь жизнь мою? Ты не имел сношения, не жил со мною, не проводил много времени. Почему столько превозносишься? Кто свидетель твоих добрых дел? Зачем хвалишь сам себя? Зачем льстишь сам себе?» «Ничего такого не сказал мытарь». Но преклонившись помолился и говорил «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Через такое смиренно-мудрие мытарь сделался праведным. Парисей вышел из храма, потеряв праведность, а мытарь вышел, стяжав праведность. И слова победили дела. Один делами погубил праведность, а другой словом смиренно-мудрие стяжал праведность. Впрочем, это и не было смиренно-мудрие. Смиренно-мудрие состоит в том, когда кто, будучи великим, уничижает себя. Но признание мытаря было не смиренно-мудрие, а сущая правда. Слова его были справедливы, потому что он был грешник. 320. «В самом деле, скажи мне, что хуже мытаря? Он пользуется чужими несчастьями, участвует в плодах чужих трудов, о трудах не помышляет, а в прибыли берет себе долю. Так, грех мытаря самый тяжкий. Мытарь есть не что иное, как обезопасенное насилие. Узаконенный грех благовидное хищничество. Что хуже мытаря, который сидит при пути и собирает плоды чужих трудов, который, когда надо натрудиться, нисколько об этом не заботится, а когда предстоит выгода, берет часть из того, над чем не трудился. Если же мытарь, будучи грешником, получил столь великий дар со смиренно-мудрее, то не гораздо ли более получит человек добродетельный и смиренный. Итак, если ты исповедуешь грехи твои и покажешь смиренно-мудрее, то будешь оправдан. Но хочешь ли узнать, кто истинно смиренно-мудр? Посмотри на Павла, подлинно смиренно-мудрого, на Павла, учителя вселенной, духовного викию, сосуд избранный, пристань необуреваемую, столк непоколебимый, на Павла, который в малом теле обошел вселенную и как бы на крыльях аптек ее. Посмотри, как он смиренно любомудрствует, он, простолюдин и мудрец, бедняк и богач. Его-то называя истинно смиренно-мудрым, и его, который понес бесчисленные труды, одержав дьяволом бесчисленные победы, проповедует и говорит, благодать его была во мне не напрасна, но я более всех потрудился. Он, потерпевший темничные заключения, удары, бичевания, уловивший послания вселенную, призванный небесным голосом, он-то смиренно мудрствует, когда говорит, я меньше из апостолов и не достоин называться апостолом. Видишь великость смиренно-мудрее, видишь, как Павел смиренно-мудрствует, называя себя меньшим из апостолов, и я, меньше из апостолов и не достоин называться апостолом. В том-то и состоит истинное смиренно-мудрие, чтобы смиряться во всем и называть себя меньшим. Подумай, кто был сказавший эти слова. Павел, гражданин небесный, хотя еще облеченный немощным телом, Земный ангел — человек небесный. Люблю останавливаться на этом муже и созерцать красоту его добродетели. Не столько радует мои очи, взошедшее и спускающее светлой лучи солнце, сколько освещает мою душу Павел. Солнце озаряет глаза, а Павел как бы на крыльях возносит нас к самым сводам небес и возводит душу выше солнца и луны. Такова сила добродетели. Человек она делает ангелом и душу как бы на крыльях возносит к небу. С этой добродетели учит нас Павел. Постараемся соделаться ревнителями его добродетели, но мы не должны уклоняться от своего предмета. Нашей целью было показать, что смиренно-мудрее есть третий путь покаяния, что мытарь не смиренно мудрствовал, но говорил правду, когда обнаруживал грехи свои. Что стал он праведным, хотя и не тратил денег, не переплывал морей, не предпринимал дальних путешествий, не опекал беспредельных морей, не упрашивал друзей и не потратил много времени. Нет, одним унисижением он стяжал праведность и удостоился Царствия Небесного, которое да получим мы все по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.